Здравствуйте, меня зовут Виталий Микряков. Я кандидат медицинских наук. Я занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. В этом видео я расскажу, что делать, если у вашего компактного лазера для удаления татуировок и татуажа закончился ресурс лампы накачки. Давайте начнем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Итак, в вашей профессиональной жизни случилось радостное событие. Вы купили новый лазер для удаления тату, у которого гарантированное количество вспышек около 1 миллиона. Вы успешно работаете год-два, может быть дольше, и вот счетчик на экране вашего лазера приближается к заветной цифре в 1 миллион. Это значит, что у вашего компактного лазера закончился или заканчивается ресурс лампы накачки. Что делать? Вы должны понимать, что превышение лимита лампы в миллион вспышек не означает, что лазер выйдет из строя и отключится ровно в тот момент, когда мелькнет последняя миллионная вспышка. В действительности аппараты с симмерной платой и достаточно хорошим качеством лампы могут работать и полтора миллиона, и большее количество вспышек. Но вы должны понимать, что постепенно качество вспышек и энергия лампы накачки будут уменьшаться. Но что же делать, если ресурс вспышек закончился или вы решили обновить его по своей воле? У вас есть два пути решения этой проблемы. Внимание, небольшая рекламная пауза. В описании к этому видео вы найдете ссылки на полезные ресурсы и бонусы. Поэтому переходите в описание, кликайте на ссылки и получайте дополнительные бонусы. А я продолжаю. Первый путь решения проблемы лампы накачки достаточно дорогой и, на мой взгляд, не совсем рациональный вариант. Целиком поменять лазер. Это хороший способ решения проблемы, если ваш лазер морально устарел и вы хотите приобрести более мощный новый аппарат. Не буду вам в этом мешать. Однако, если проблема только в лампе накачки, менять целиком лазер слишком дорогое ее решение. Задумайтесь, вы покупаете заново все компоненты аппарата, хотя из строя выходит только лампа. В конце концов, вы же не меняете полностью квартиру, если пришла пора сменить обои. Второй вариант, наиболее логично, на мой взгляд. Отправить вышедшую из строя манипулу в сервисный центр. Там заменят лампу накачки и, таким образом, обновят ресурс вспышек. Это обойдется вам в 20-30 тысяч рублей в зависимости от модели лазера, сервисного центра и прочих деталей. У этого варианта есть нюансы. Вам необходимо потратить время на перевозку и сервисные работы. С учетом работы служб доставки в России, думаю, это может занять неделю, плюс-минус несколько дней. Это самый доступный и бюджетный способ обновить ресурс вспышек лампы накачки. У вас также есть выбор, обратиться в сервисный центр вашего производителя или поставщика, либо, если у вас нет такой возможности, обратиться в один из мультибрендовых сервисных центров, которых в России достаточно много. Сейчас я рассказал вам о двух крайностях, однако существует промежуточный вариант решения проблемы. Замена манипулы целиком. Вы можете купить новую манипулу для вашей модели лазерного аппарата в сборе с кристаллом и лампой. Когда производитель ее пришлет, вам останется отключить свою старую манипулу от блока и подключить новую. Старую манипулу можно разобрать, посмотреть, что у нее внутри и оставить у себя в качестве сувенира. Стоимость такого промежуточного решения обойдется вам примерно в 30% от стоимости лазерного аппарата. Итак, если у лазера закончился ресурс лампы накачки, у вас есть три пути. Первый. Продать выбросить старый лазер и купить новый. Второй путь. Заменить лампу накачки. Третий. Приобрести новую манипулу для лазерного аппарата. Каждое из этих решений имеет свои плюсы и свои минусы, поэтому не надо бояться, что у лазера закончится ресурс. Всегда можно обновить количество вспышек, исходя из вашего бюджета и потребности. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микряков.